Ранее он никогда не обращался именно к компенсации морального вреда и просит взыскать сумму в размере 900 тысяч рублей. В такую сумму оценил свое страдание Ильнар Софиуллин. На суде его интересы представляла Елена Щербакова. По ее словам, несчастный случай произошел в апреле 2012 года на производстве. В тот день мужчине пришлось заменить другого сотрудника. При выполнении работы осколок металла попал в правый глаз. Была проведена операция лечения реабилитации. Но почему Ильнар Софиуллин обратился в суд спустя 10 лет? Он скромно подошел, устно спросил, что сейчас он испытывает такие серьезные финансовые сложности и внутри семьи, и непосредственно сам. Но ему сказали, что вот тебе премии выплачивали, соответственно, как бы это и компенсация. Ильнар Софиуллин продолжил работать в той компании, в которой получил травму глаза. По словам представителей фирмы, сотрудники сам виноват в случившейся трагедии. По этой причине исковые требования он не признает. Причиной несчастного случая было, это первое, это фактически грубая неосторожность самого работника, так как он не применял средства военной защиты. Если бы он одел очки, то никакого бы несчастного случая на производстве не было. Но очки были на затылке, из-за чего металлический осколок повредил глаз. Суд частично удовлетворил требования Ильнара Софиулина в размере 200 тысяч рублей. Эльмира Гайнудин, Вайдар Мусин, Новости, Челны ТВ.